Эфир ННТВ продолжает свою работу и подошло время программы «Объективное интервью». У меня сегодня замечательная гостья Ирина Николаевна Ярцева. Здравствуйте. Я представлю вас как положено. Директор лицея номер 8, почетный работник образования, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода. А поводом ко встрече стала великолепная дата, которую красивый масштабный лицей будет отмечать в этом году в октябре – 100-летие лицея. Так получилось, что и высшие учебные заведения, здесь и лингвистический университет, и технический университет, также недавно совсем отмечали большие юбилеи. Юбилярами стали 13-я гимназия, 40-й лицей, и вот сейчас 8-й лицей. Одно из, ну, пожалуй, культовых и легендарных учебных заведений нижегородских, которое вы возглавляете уже очень много лет. И вот, казалось бы, до праздника осталось полгода. Но если мы исключим три месяца летних каникул и большие отпуска учителей, совсем-совсем чуть-чуть. Как лицей готовится к юбилею? О каких сюрпризах можно уже рассказать? Насколько это будет масштабно? Кого вы ждёте в гости? Я замолкаю и представляю вам площадку. Здравствуйте. Я очень рада, что сегодня есть возможность поговорить с нижегородцами о истории и о жизни замечательного образовательного учреждения. Не постесняюсь сказать одного из самых старейших образовательных учреждений нашего города, поскольку мы считаем себя правоприемниками губернской мужской гимназии и женского епархиального училища. Создавалась наша школа уже при советской власти в 1918 году. Было присвоен ей номер, восьмой имя Мечникова. Таким образом, профиль, естественно, научный у нас был изначально. В 1930 году мы получили имя Владимира Ильича Ленина, чем тоже гордились много лет. И вот с 1998 года в течение 20 лет мы носим гордые звания лицеистов. И история современная, очень яркая, красивая. Она уже протекает, так сказать, при нас, и мы можем ей гордиться. Я могу сказать, что этот выпуск у нас сотый, и ребята очень гордятся таким высоким статусом. Не каждому выпускнику можно говорить, что я сотый выпуск родного образовательного учреждения. Интересную традицию мы решили в этом году создать. Ребята сажают в вишневый сад на берегу Волги. Нам епархия Нижегородская доверила украсить аллею в Печорском монастыре. И, наверное, в этом есть глубокий символизм. Вишневый сад – это наше с вами интеллигентное звучание. Изначально вишневые сады греют нам душу и украшают. Действительность. То, что в Печорском монастыре... Вот, хотел уточнить, а как же территория Лицелия. Но вот мы так решили. Мы решили подарить городу красоту, поделиться своей радостью. Тем более, что год волонтёра. И, наверное, это особенно уместно. А кроме того, сделать определённый посыл в будущее. Потому что дети, которые сотый выпуск с собой составляют, будут приходить туда со своими детьми, внуками, вспоминать 2018 год. И кто знает, может быть, это вообще станет хорошей традицией. Я хотела сказать, что это один из самых красивых жестов. Я не припомню, чтобы кто-то это делал. А чья была инициатива? Кто такую придумку первый внёс? Ну, я думаю, что, как всегда, это коллективное творчество. Один придумывает одно, другой – другое. А вместе получается очень красивый проект, который действительно и город украсит, и ребятам хорошую память создаст. А кроме того, отметит вехой сотый выпуск. Но, конечно, вот таким красивым праздником всё это не ограничится. Сейчас все мероприятия, которые проходят у нас в лице, они все посвящены празднованию 100-летнего юбилея. Ну, например, не так давно у нас прошла премьера замечательного спектакля «Республика Шкит». Блистали на сцене ученики седьмых классов. Два премьерных спектакля мы показали. И посвятили этот праздник, эту премьеру создателю школьного театра Николая Николаевича Хрулёва, нашему замечательному учителю, который принимал участие в создании не только школьного театра-лицея, но и нашего театра юного зрителя в далёком 29-30-м году. И посвятили этот спектакль ещё и юбилею 100-летнему. Но ведь у вас, кстати говоря, и с театром юного зрителя тоже своя история. Не так давно гостей нашей студии была Ираида Ивановна Троицкая, которая сейчас руководит театром уже много лет. И это тоже совпало буквально с разницей в несколько дней от даты очередной премьеры. И о таком понятии, как школьный театр, можно говорить фактически бесконечно. Мы оставим это на финал передачи, чтобы успеть всё оставить. А поговорим ещё о сюрпризах, да? И о сюрпризах. О сюрпризах можно говорить и дальше. Потому что ведь ваш день лицея, который традиционно, вот на моей памяти почти всегда, он отмечается как-то очень ярко. То есть сам по себе праздник лицеиста, день лицеиста. И что такое можно придумать, чтобы сотый выбивался из ряда и без того всякий раз очень интересных мероприятий? Я считаю, что здесь можно очень много говорить о истории образовательного учреждения. Но мы об этом говорим на каждом юбилее. И историю свою мы знаем, помним и чтим. Мы ценим вклад очень многих поколений замечательных, интеллигентных, грамотных учителей, специалистов по самым разным предметам, которые формировали это образовательное учреждение. Но в день столетия мы будем говорить о будущем. Мы будем говорить о том, каким должно быть образовательное учреждение сегодняшнего, а главное уже будущего дня. Потому что время меняется у нас на глазах. Стремительно. Оно очень быстро меняется. И мы не можем оставаться в стороне. Мы должны дать детям тот резерв, который позволит им в новом столетии, в новом тысячелетии, видите, как всё происходит здесь на рубеже таких исторических эпох, быть успешными. По сути, быть успешными – это, наверное, цель и задача сделать ребёнка успешным, цель и задача любого образовательного учреждения. Но мы понимаем ответственность, особую ответственность, поскольку на нас смотрят мы, на виду на нас равняются и отдают детей в нашу школу, имея в виду их успешность в дальнейшем. И вот соответствовать этим требованиям, этим взглядам окружающих мы должны каждый день. Это очень непросто. Вы знаете, у всякого давнего учебного заведения есть своё лицо. Безусловно, такое лицо есть и у восьмого лица. И что очень многих трогает, ваше почтительное отношение к традициям. Я не припомню ни одной школы, где начальная форма у девочек была бы в стилистике о хорошо нам знакомой, привычной советской. Гимналистической даже, наверное. Аккуратной коричневой платьице, белые фарточки. Это совершенно удивительно. И вот нынешние моменты, какая-то такая удивительная ломка взглядов, понятий, совершеннейшая мешанина, непонятно, что будет дальше. И вот историческое значение именно современного периода в вашем образовании, как вы мудряетесь лавировать, что вы пытаетесь вложить в детей именно с учётом всего этого вихря ежедневных изменений. Вы очень правильно говорите. Образование – это очень сложный процесс, который включает в себя и форму, и содержание. Форма – это, наверное, самое простое, что можно придумать. Но мы горды тем, что мы никогда от неё не отказывались. В этом, наверное, тоже сказывается консерватизм образовательного учреждения до революционного склада. В форме дети совершенно по-другому себя ощущают. Они совершенно по-другому взаимодействуют и психологически, и социально взаимодействуют. А кроме того, они гордятся тем, что они не такие. Вот эта вот возможность дать им погордиться, поиграть в школу – это же прекрасная жизнь. Но у вас ведь только начальная школа. Нет, у нас и среднее звено есть, форма своя, и очень красивая, и очень элегантная. Я всегда горжусь своими детьми, когда я их куда-то вывожу. Они всегда очень хорошо выглядят. Но особенно обращают на себя именно классические фартуки, вы правильно сказали, наших маленьких лицеисточек. Так что традиция – это одна форма. Она никогда в стенах школы номер 8, лицея номер 8 не отменялась. Но у нас есть и другие традиции исторические. И вы действительно правы. Это образовательное учреждение – это история не только самого города и его людей. Это история самой страны, поскольку мы являемся ровесниками советской власти. Всё то, что прошло за столетия, за 20 век, начало уже 21 века, оно характерно и для нашей школы, для судеб наших детей, для судеб учителей, для судеб родителей. И все эти интересные моменты, памятные моменты свято сохраняются в стенах школьного музея. И, наверное, трудно найти вот такой богатый, красивый, действующий каждый день музей. У нас помимо основного центра такого, которым много лет руководит Любовь Ильинична Козлова, существует уже шесть филиалов. Первый, который мы создавали, был посвящен выпускнику нашей школы, поэту Юрию Адрианову. А последний, это был музей Павла Кузьмича и Донецкого, известного композитора, который тоже в своё время заканчивал нашу школу. Музей Ирины Николаевны, блохиной, академик, выпускница нашей школы. Евгений Аркадьевич Енигин, который 26 лет возглавлял Саров-16, обеспечивал нашу с вами безопасность. То есть вот такие вещи, они подаются детям, это память о людях, о их труде, о их вкладе в культуру, в науку, в искусство, в самые разные виды деятельности. И, наверное, возможность ребятам лепить себя с этих успешных... Задаётся такая планочка серьёзная. В этом смысле успешных людей, успешных потому, что они посвятили свою жизнь труду, деятельности ради города, ради страны, ради человечества. Вот мы с вами разговаривали, когда в процессе подготовки к эфиру, мы как раз упоминали момент. Вкладываешь, вкладываешь в ребёнка максимум, а дальше рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. И это в ребёнка перехватывает работодатель, который может заплатить ему больше денег, зачастую в валюте. Мы растим замечательных умных ребяток, которых потом перехватывают. Момент патриотического, если угодно, подхода. Что можно сделать, обходясь без менторства, без навязывания, без каких-то квасных вещей, чтобы ребёнок чётко чувствовал, что корни здесь, и не нужно стремиться заработать все деньги, а нужно попробовать вытащить то место, которое тебя сделало таким? Ну, во-первых, я говорю, в таких случаях нужно надеяться. Надеяться, что тот период, когда ребята находят какие-то предпочтительные моменты не в нашей стране, это всё-таки временный период. И это тоже когда-то должно... Относиться к этому как опыту. Это нужно относиться как опыту, нужно помнить, что не у всех и там складывается всё так, как хотелось бы. То есть если человек работоспособен и талантлив, он обязательно найдёт себя и здесь, и деньги здесь совершенно ни при чём. В конечном счёте удовольствие всегда человек получает от труда, от процесса труда. И часто сам результат не приносит столько радости, сколько сам процесс труда. Вот, поэтому мы стараемся ребят к этому и приучать. Но, и несомненно, мы, конечно, будем гордиться тем, что в стенах наших вузов, в стенах наших научных кафедрах или каких-то производствах наши учащиеся себя проявят. Кстати, в общем, это и сейчас и идёт. Например, на сегодняшний день самый молодой кандидат наук в нашей школе и в медицине Нижнего Новгорода. Это наш выпускник, да, Александр Александрович Малов. Он трудится в больнице «Симашка», каждый день оперирует. И это очень для нас гордость большая. У него большое, я надеюсь, такое профессиональное будущее. Наши ребята, они работают и учителями, и инженерами, успешными инженерами. И я думаю, что так оно и будет. У них впереди всё. Вот как вы оценили бы место непосредственно лицея во всей структуре современного образования? Ведь 10 лет – это как раз, наверное, самый большой период. Мы не берём дошкольное. Дальше идёт вузы, либо аспирантура, либо что-то ещё. Но это всё равно меньшие сроки. Удивительной тяжести ответственность лежит как раз на учителях, которые именно вот эти 10 лет ребёнка формируют. Сейчас 11 лет в школе ребята проводят. И надо сказать, что это самый яркий, самый трудный, самый интересный период жизни. А кроме того, он настолько ответственен, что даже об этой ответственности нет смысла говорить. Все понимают, насколько важно человеку стартовать правильно. Психологически стартовать, интеллектуально, социально, во всех отношениях. И ответственность труда учителя всегда была высока. Хорошее начало – половина дела. Да, хорошее начало – половина дела. И в этом смысле, я ещё раз повторю, ответственность на лице лишит особой, потому что мы презентовали себя на определённой высоте, но теперь должны этому соответствовать. И это очень непросто. Порой проще добиться результата, чем потом ему соответствовать. А вот я как раз хотела немножко подробнее спросить о проектах, за которые группа, в том числе, включающая и вас, и получила в своё время премию Нижнего Новгорода. Ведь это как раз серьёзные моменты, которые были связаны с интеграцией вроде бы классической школы в современный меняющийся быстрый расклад. Это инновационная школа Нижегородская. Мы уже в течение более 10 лет работаем в федеральной экспериментальной площадке и много раз принимали наших коллег, рассказывали об этом подробно. Мы всегда рады поделиться. Первая наша премия Нижнего Новгорода – это инновационный процесс в области информационного имена образования. тогда это только внедрялось в начале 2000-х годов. И сама система воспитательной работы. Потому что вы правильно говорили, что не так много школ, где существует такое количество музеев. Свой школьный театр, где проходит музыкальный абонемент, как у нас в филармонии также этот абонемент проходит и у нас. То есть вот такие мероприятия, которыми мы действительно гордимся и всегда стараемся наполнить их интересным для детей звучанием. Вот как раз отдельный вопрос, к которому мы хотели вернуться ближе к финалу программы. С учётом того, что много уроков, много заданий, а дети помимо этого занимаются кто-то спортом, кто-то музыкой, достаточно ли в школе только обучающего момента? И насколько вы заинтересованы, и нет ли риска перенагрузить детей, всё-таки предлагая им и остальную жизнь проводить в стенах школы, уже не учебных процессов? Ну, наверное, в этом смысле мы, как бы сказать, чувствуем спокойнее себя, когда дети при нас. Это чисто материнское такое чувство. Мир очень непрост и всегда спокойнее, когда ребёнок находится рядом с тобой. Поэтому, наверное, где-то вот эгоистично поступает здесь наша система, стараясь всё-таки ребёнка подольше держать под крылом. Птенчика. Да, да, птенчика. Кроме того, моё мнение такое, что мы всё-таки больше можем дать на сегодняшний день именно школы, вот эти образовательные центры, нежели то, что предлагается, так сказать, за пределами наших школ. Ведь мы говорим о внеурочной деятельности не только как о развлекательной или творческой. Сейчас же интересный спектр образовательной деятельности внеурочной. В частности, вот у нас в лице школьная академия, которая позволяет ребятам дополнительно изучить предметы естественно-научного цикла, в первую очередь, поскольку это наш профиль, и каким-то образом даже получить интерес в опытной экспериментальной деятельности таким образом, чтобы сама вот эта деятельность, я опять возвращаюсь к слову деятельность, труд стал делом твоей жизни. Просто вы помогаете им не запутаться в разнообразии направлений, а насколько это реально в 24 часа суток структурно дать как можно больше, чтобы потом все эти росточки пошли вверх. Мы давайте с вами не относиться к деятельности как к процессу, от которого устают. К деятельности надо относиться как к процессу, который радует. И отдых в смене рода деятельности. Совершенно верно. Мне тогда остаётся лишь пожелать вам успешного процесса подготовки к масштабному мероприятию. Очень надеюсь, что встретимся по окончании праздника, расскажем и покажем, как он прошёл. А среди вот таких конкретных пожеланий я вам желаю, чтобы не шесть филиалов музея, а двадцать шесть к следующему большому празднику. Потому что действительно те фамилии, которые вы называете, это повод для того, чтобы гордиться этой, безусловно, одной из культовых нижегородских школ. И очень хочется, чтобы вот таких ярких, знаковых людей, которые прославляют потом и школу, и город на страну, а то и на мир, именно среди ваших выпускников всякий год становилось больше. Спасибо. Спасибо. Ну, а я, пользуясь случаем, приглашаю вас на открытие филиала музея, который как раз будет посвящён столетию в октябре. Этот филиал будет носить интересное название, такой слоган «Всё остаётся людям». И рассказывать он будет об удивительных людях, которые проявили, достигли выдающихся результатов в техническом направлении. Это такие профессора, известные городу, как Горвич, Скуднов, Павел Иммануилович Сыркин, академик Андронов и так далее, и так далее. Они тоже были выпускниками школы номер 8. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин